Эпик фейл Короля Артура При участии Рика Мэйла, Мэтта Лукаса, Марвены Бэнкс и Фила Корнвелла. Режиссер Дэвид Фридман. Козырные черви. В Камелоте выдалось чудесное утро. Солнце осияло своими лучами. Все королевство, а наш герой, отважный король Артурчик, изыскивал новые пути к сердцу своей возлюбленной. Сладкие, чарующие звуки поэзии. Подойдите к окошку, ангел мой. Я хочу прочитать вам поэму. Между прочим, сам написал. О, дева юная, вы просто супер. Вы как изюм, как шоколад. Нет в этом мире ничего прекрасней, чем светлый лик ваш и ваш за... А, ты не прекрасная Гвеневра. Это точно не она. Странно, что вы король. Она должна быть в башне. Она всегда сидит в башне. Уехала до Парижу. Где пожиже? Зачем ехать туда, где пожиже? За новым платьем. А, до Парижу. Париж, ваше величество, это город огней, город любви. И, между прочим, столица Франции. Франции? Фу, как же слышал. Не туда ли я сослал сестрицу? Да, Сир, туда. Но, увы, теперь Париж стал рассадником смуты и очагом опасности. Ммм, как-то мрачновато. А в чем, собственно, дело? В крестьянах, Сир. Они подняли бунт. Это естественно, Мэрлин, они же крестьяне. Фу, слава богу, я не в Париже. А, стой! Моя ненаглядная Гвеневра! Она уехала в Париж, мы должны ее спасти. Зачем это принцессе понадобилось съехать в этот вертел? В Невра! Она же никуда не ездит. За новым платьем. Умоляю тебя, Мэрлин, скажи, что с ней все в порядке. Ну, я попробую заглянуть на недельку парижской моды, Сир. Но, откровенно говоря, это чревато. О, боже, какой кошмар! Какой ужас! Нет, боже, нет! Оно же сиреневенькое! Я ненавижу сиреневенькое! А у тебя-то знаешь ничего. О, благодарю, мое швилищество. И вот, наш мужественный король Артур сменил свое бельишко. Ну да, оно же сиреневенькое. И покинул Камелот, чтобы спасти прекрасную принцессу Гвеневру, которая подвергла себя смертельной опасности и великому риску. И все из-за платья. Я предлагаю посетить салон Антуана де ла Пулей. Кого? Антуана де ла Пулей. Он самый известный кутюрье во всем Париже. Стоял! Стоял! Арейте-ву! Что значит, кто входил в Париже, кого мы слали на казнь? На казнь? Ага! Сир, ну как же леди Гвеневра? А, ну да. Я Артур, король Бриттов, и я прибыл, чтобы спасти свою невесту от рук немытой черни. Немытой черни? А, по-моему, это про нас. Сам ты чернь! Он еще обзывается! Хватит, прекратите! Вишневый? Сир, вы должны прорваться через баррикады. Да, Мерлин, я понял. Шварк, штурмуй! Иди назад, английский короля! Мерлин, сделай что-нибудь. Ну, не настолько что-нибудь. Не будем терять время, Ваше Величество. Не нравился мне этот короля. Хе-хе-хе-хе. Но еще больший. Не понравился колдун. Хе-хе-хе-хе. Уи-уи, свинь-свинь. Они нас хе-хе-хе оскорбили. И мы должны казнить их. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А ты не находите? Давали ее мне. Я немножко за штопал. Гриневра, любовь моя, скажите, что вы живы. Здравствуй, братец. То есть, Ваше Величество. Леди Эм? А, а вы здесь откуда? Я же сослал вас во Францию. Париж во Франции, Ваше Величество. О, Ваша милость. Какой сюрприз. О, мой благоуханный цветок. Я примчался спасти вас от лап грязной французской черни. Зачем? Они вполне со мной обходительны. Даже угостили помидорчиками и вишневым пирогом. Бросили на въезде в город. Во Франции во всем любят китч. К тому же, мое платье еще не готово. Забудьте о платье. О, но это не просто платье, Ваше Величество. Оно свадебное. Подтверждали. Это будет самое фееричное свадебное платье во весь мир. Но, 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 но. Он не будет самый фееричный. Он будет обычный паршивый мешок с тряпком. О, нет, только не мешок с тряпком. Это ужасно, ужасно. Сильно ужасно. Ужасно я сказал. Не феерично, а ужасно. Он у вас всегда такой? Сам да. Иногда бедняжка впадает в депрессию. Я не хотел сдаваться. Я сдавался, но я спрашивал себя, что мне требовалось для самой фантастикой и манификой свадебной платьи? Мне требовался самый лучший шелк в мире. Но у меня не был этот шелк. Почему? Это потому, что его делали только редкие черви-кровососы из Рангуна. Ио ваше величество! Вы не могли бы достать червяков? Шелковых червей-кровососов из Рангуна? Ну и где мне искать этих червососущих кровей из Рангуна? Эм, по всей видимости, в Рангуне. А, ну да, уже лечу. Хотя нет. Я не могу оставить вас здесь, душа моя. Вы в страшной опасности. Не тревожьтесь, ваше величество. Я пересижу все волнения здесь, в салоне. Антуан тем временем сможет закончить мое... свадебное платье. Свадебное платье? Ага. Так, Мерлин, мы сейчас же едем в Рангун. Быстренько и сразу назад. Ой. Ты, наверное, наш фью-барикад. Уи, и превратил нас хрю в свиней. Ты платил. Простите, господа, хрюнцузы нам некогда. Мы едем в Рангун за червями. Нападал, нападал. Затоптал. Поптал его. Били колотиль. Да, били колотиль. Мерлин, нельзя ли еще что-нибудь этакое? Бей, бей. 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 Хм. Это даже пикантно. Бей. Не говорили ерунды. Мы должны вершить месть. Идем за его дамочка. Бей. Бу. Я бил бы хороший свитерок. Бей. И вот наш герой, неустрашимый, многомудрый и феерически-фантастический король Артур... Феерически-фантастический? Надо запомнить. ...высадился в джунглях Рангуна. Будьте осторожны, Сир. Здесь на каждом шагу... Людоедская, то есть колдуноедская змея. Мерлин, сделай что-нибудь. Мне не совсем сподручно, Сир. Еще раз, ой. Еще раз и еще раз, ой. А? А? Моя голова. Ой, простите. Ах, вот почему у нас все наперекосяк. Сир. Вы слышите? А может это? Да, Сир. Шелковые кровососущие черви из Рангуна. Вот ты чудненько. Мы молодцы, молодцы. Мы нашли шелкососущих кровочервей из Рангуна. Плевая гельца должен заметить. Пошли вон, насекомые. Сир, осторожнее. Да брось. Это просто никчемные, хотя и симпатичные бабочки. Да, ну кто знает. О нет, они тоже едят людей. Только не туда. Да. Как я их перехитрил, а? Глупые малявки. Сир, сяди. А? О нет, акулы. А, дельфины. Не бойся, Марлин, это обычные дельфины. Берегитесь, Сир. Они тоже могут питаться. О нет, дельфины-людоеды? Назад. Я сказал назад. А? Вот почему я никогда не снимаю доспехи. Учитесь, пока я жив, дуралеи. Смотрите и учитесь. А-а-а! А-а-а! Благодарю. Бегите, Сир. Я повторюсь, но возможно это тоже... Да понял, понял. Горилла-людоед? Да. Ладно, жуй. Мне надоело. А, нет, не жуй. А? На помощь! Сир, вы целы? Разумеется, Марлин. Ну все, Марлин, нам пора искать червей. А что это за странный звук? Это падает дерево, Сир. Да, определенное дерево. Огромное спасибо за справочку, Марлин. Не ж, ты обращайтесь. Сир! Слышите? Сир, опять этот шум? Да, Марлин, припоминаю. Что-то похожее на... Если не ошибаюсь. Нет, нет, Сир, не так. Это скорее... Как-то так. Да, я так и знал. Кровососущие шелковые черви из Рангуна. Черт, кровососущие черви из Рангуна. Уберите их с меня. Мама, сними, сними их, Марлин. Вскоре наш бесстрашный герой возвратился в Париж с триумфом, дабы преподнесть сладчайшей Гвиневре предмет ее страстного вожделения. Больно же, больно! Кровососущих червей-шелкопрядов из Рангуна. Да, отцепитесь вы, а! О, мой шер-аммей, вы вернулись? Какой чудный червячки! Такой жирненькой и сочненькой! Ну еще бы! Они пообедали королем! Ой, вкусняшка! Какой романтик! Блатье принцесси будет сшить из шелк крови самого короля! Фантастик! Сейчас рисовать сквиз! А где Гвиневра? Гвиневира? Он не здесь! Юсти ее увела разъяренная толпа. С овцами. Бунтари бросили ее в мрачную темницу, известную как Ле-Темница. Бросили в Ле-Темницу мою Гвиневрочку! Это не самое худшее. Как? Что может быть хуже? На рассвете состоится казнь. Учись довольно горько, если подумать. Заткнись, Мерлин! Простите. Я думаю, раз мою возлюбленную должны казнить на рассвете, мы обязаны ее спасти. Блестящий план, Ваше Величество. Сегодня же. Так еще лучше, ну да. Не бойся, милая Гвиневра. Помощь уже в пути. Гвиневра! Душа моя, Гвиневра, вы там? Да, я здесь, милорд. Куколка моя! Что с вами стало? Да, знаю. Парижские отели оставляют желать лучшего. Хотите предложить поприличней? С ее минутами, леди. Мерлин, подними меня к ней сейчас же. Я срочно должен спасти Гвиневрочку. Слушаюсь, Ваше Величество. Вот только вспомню, куда я засунул палочку. Где же она? Так, нет, не тюре. О, йогурт. Ой, да какая-то мяка. Так, а это йогурт. Мерлин, можно побыстрее? Смотри, видишь, я в печали. Ну, вот ты где пряталась. Так, палочка. О, нет, червя, атакуй. Слава богу только один. Ой, фу. Слепкий червяк на веревочке. Хотя, постой-ка, у меня родилась идея. Уйди, Ваше Величество. Никогда бы не подумал, что скажу это. Крепитесь, душа моя. Я уже иду. Антуан, Антуан, мне срочно нужны доспехи. Боже, бравы! То есть, боже, бравы! Вы хотели спасти свой брат? Но зачем, скажите? После стилька, после столько унижений и т.д. К чему такой подвиги? Вы, англичане, просто чокнуты. Одния всю жизнь его спасала. Да он даже не знал, что вы есть сэр Маргаретов. Это трудный поверить. Вы плохо знаете короля. Борис, ко мне! Какой изящный и какой смелый. А железный курсет просто черман. О, Ваше Величество, вы нашли мне хороший отель? Можете всегда на меня положиться, душа моя. Бе-е-е, кальдун, вот ты и попался. Я? Разве вам не кальдун нужен? Ну, Бе-Бе, еще раз Бе, это ведь ты превратил нас в свиней. А потом в овец. Бе-Бе, Бу-Бу, меня пустят на кебаб. Ах да, простите, сразу не признал. Одну секундочку без поля. Ага, вот теперь я всех вас превращу в коров. Ага, Великий Кальдун потеряет свою магию. Ну, не совсем. Мальчал, Бе-Бе, мы тебя арестовали. И завтра ты пойдешь под гильотин. Как вам угодно. Но если бы здесь был король бритов, он бы наверняка все бросил и спас бы меня. Да? Ведь спас бы! Спас бы! Мне кажется, Ваше Величество вас зовет Мерлин. Да и черт с ним. Дама в беде прежде всего. О, какое счастье. Для дамы в беде, скажу я вам, нет ничего приятнее, чем... Да! А, Гвиневра, что с вами? Фу, гадость! Не-не-не! Червяк! Скользкий, склизкий, мерзкий червяк! Нет-нет, постойте! Это не просто червяк! Фу! Это кровососущий червяк-шелкопряд из Рангуна! Ох, вы очень вовремя, как всегда. Итак, наших героев бесцеремонно схватили, связали и провели по улицам Парижа навстречу неминуемой смерти. Ты сказал неминуемой смерти? Самый, что ни на есть, неминуемый. Вопрос лишь в том, как их казнят. И французи всегда используют те гидер-кинды. Гидер-кинды? Звучит не так уж плохо. Это огромное острое лезвие, которым отрубают головы, Сир. Правда? Да-да, ей очень удобнее, и хозяй, Сир. Добрый день, добрый день. Рада вас видеть. Очаровательный галстук. Гвиневра! Добрый день. Гвиневра, любовь моя. Добрый день, Ваше Величество. Правда же мило? Эти крестьяне решили устроить парад в моей честь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мерлин, что же нам делать? Не знаю, Сир. Ситуация безвыходная. Остается только уповать на чугу. Нет. Немедленно остановите казнь. Мать честная, это великая воительница сэр Маргаретта. Привет тебе, сэр Маргаретт. Привет тебе, сэр Маргаретт. О нет, только не сэр Маргаретт. Вечно ты везде лезешь. Лезу си. Ваша казнь? И казнь вашей безмозглой пассии? Здравствуйте. Здравствуйте. Она намекает, Сир, что обстановочка накаляется. Но это не повод брататься с врагами короля. Ладно, ваше величество, я удаляюсь. Нет, нет, постойте, вернитесь. Я хотела у вас спросить, где вы взяли этот чудный кованый наряд? Вам нравится? Нравится. Я от него в восторге. Он меня не полнит? Нет, нет, как раз по фигурке. А то я боялась, что в бедрах многовато. Извините, сэр Маргаретт. А, ну да, и правда. Восстань же, простой люд. Бе-е-е. Да, и скот. И освободи эту юную деву. Слушаюсь, сэр Маргаретт. Сегодня вы не предадите ее смерти. Что? Смерти? Так это не парад в мою честь. А-а-а! О, хвала небесам! Вы спасли мне жизнь! Вы мой герой! Героиня. Не придирайтесь. Увезите же меня отсюда! В Англию! Аравуар! Бонсуар! Монамур! Стоп, а как же мы? Казните их! Казните их! Будь добрый, приведи. По-моему, они кричат. Казните их! Казните их! Казните их! Казните их! О, что это значит, Мэрлин? Я не уверен сильно, но вполне возможно, что... О-о-о! Титанский джорилен! Разбежайся! Разбежайся! Бистро, бистро! Аудио! У нас сильный огни! Разбежайся, кто может! Что ты делаешь? Пользуясь случаем удираю, Сир. Кароли не удирают. Я не сойду с этого места. Для справочки, Сир. Гвеневра сейчас как раз едет в Камелот. Что? Гвеневра? Подожди меня! И вот! Бравый король Артур! Вернулся к тому, с чего начал. Пташка моя, вы снова дома! Живы-здоровы сидите на любимом балконе. Да, не спори, милорд. Но зато без дизайнерского свадебного платья едва ли я теперь вообще выйду замуж. Что? Нет! Нет, нет, а как же... А, не спешите, внемлите, душа моя. Это заставит вас передумать. Я написал поэму. Поэму? Какая прелесть! В поэмах я всегда получаюсь неплохо. Надеюсь, там есть зачин, пролог, санет, верлибры, хоры, да? Это было бы просто прекрасно, Артур. Огромное вам спасибо. О, какая удача! Вы нашли червей шелкопрядов. Может, мне все-таки сошьют подвенечное платье? Итак, наш неустрашимый король Артур сразился с полчищем бабочек людоедов, дельфинов-людоедов, захмурившей шварка гориллой и с кровососущими червями-шелкопрядами из рангуна. Не забудь немытых крестьян! И с грязными, немытыми, вонючими, паршивыми, засхорузлыми, облезлыми, гнилозубыми и вшивыми крестьянами! Ничто нас не остановит! Не спеши!